Чтобы сделать такой костюм, у Полины ушло несколько дней. Сначала нужно было собрать материалы, потом сделать эскиз, а дальше начался кропотливый процесс превращения пивных бутылок в цветы. Их пришили к мешковине, облагородили мишурой, наряд готов. Теперь можно и на подиум. Элегантные осенние мотивы от школы номер 22. Впрочем, ако-шоу – это не только показ одежды, а целый комплекс мероприятий. Весь год горожане участвовали в акциях по сбору мусора в разных районах Приморской столицы. Школьники сдавали макулатуру, мастерили подделки и, конечно же, набирали знаний на экскурсиях и эко-уроках. Земля у нас одна, и если мы не спохватимся вовремя, то она исчезнет и сможем ее сохранить. А таким способом мы ее сохраним намного дольше. Конкурсанты наглядно показали, что модельный ряд может ограничиться только фантазией, на скудность которой здесь никто не жаловался. Мусорные пакеты, стаканы из-под кофе, коктейльные трубочки, этикетки, льеска, старые скатерти – в ход пошло все. А пока одни участники выходят на сцену и показывают свои костюмы, другие буквально на руках доделывают за сценой. Ведь мы забываем, что все они сделаны из подручных материалов. А расскажите, пожалуйста, из чего твоего платья? Из пробок, из-под двина, из-под шампанского. Как долго ты его делала? Неделю. Праздничное шоу объединило школьников, студентов, преподавателей, а также представителей администрации Владивостока, научных организаций и предприятий, занятых переработкой мусора. Мероприятия находят широкие уроки, как среди учащихся педагогического состава, общественных организаций и молодежи города. Сейчас в этом зале сидят лучшие из лучших, самые сознательные, самые неравнодушные люди, которые готовы принимать участие в решении экологических проблем нашего торгового города. В первую очередь мероприятие ставит цель показать детям, как можно использовать вторсырье. Им такая подача интересна. В ходе праздника были награждены победители молодежных тематических конференций, акций, конкурсов творческих работ, а также трех лучших экологических коллективов 2018 года. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.